Продлен прием заявок на ежегодный краевой конкурс «Предприниматель года». Потенциальным участникам потребовалось дополнительное время для ознакомления с обновленными правилами и для оформления документов. Заявки на конкурс можно отправить включительно до 19 апреля. Это можно сделать через администрацию муниципального образования по месту нахождения участника, также по электронной или обычной почте, подробной информации и разъяснения по телефону, который сейчас на ваших экранах указан. По некоторым номинациям конкурс уже набрал претендентов, подано более 30 заявок из разных районов края. По традиции самые активные предприниматели – Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурский район. Конкурс проводится по 20 отраслевым номинациям, а также по 5 специальным, включая номинацию «Социальный предприниматель», открытую в этом году. Краевому конкурсу «Предприниматель года» 28 лет. Он проходит ежегодно с 1996 года. За это время его участниками стали более тысячи предпринимателей края. Более 350 признаны победителями. Победители и лауреатов награждают дипломами и памятными подарками. Приглашаем к разговору нашего гостя. В студии Александр Климки, начальник управления развития предпринимательства и инновационной деятельности Министерства экономического развития Хабаровского края. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Вот, говоря о гипотетических участниках, вообще предприниматели из каких сфер, какого калибра могут принимать участие в данном конкурсе? Абсолютно любая сфера, абсолютно любой калибр. Главное, чтобы он был субъектом малого и среднего предпринимательства. То есть малое, микро, среднее. Крупный бизнес здесь, к сожалению, не рассматривается. А предприниматель является субъектом малого и среднего предпринимательства, ну, если зафиксирован факт его регистрации в налоговую, или вот если он зарегистрирован на платформе МСП? Налоговая и, соответственно, вхождение в реестр. А если там, допустим, вот в прошлом году, в позапрошлом году участвовал, есть ли какие-то ограничения? Что, вот вы тогда участвовали? Участвовать можно каждый год, таких ограничений нет. Но надо понимать, что в этом году внесли небольшие изменения. То есть если в том году предприниматель был победителем в номинации, допустим, в номинации торговли, то в этом году он в этой же номинации не сможет победить два года подряд. Да, потому что, ну, либо менять сферу деятельности, потому что несколько направлений бизнеса может быть, либо он также может участвовать в номинациях специальных. Социальный, молодой, муниципальное образование, то есть либо народный предприниматель. То есть ограничений нет, но есть некоторые такие небольшие нюансы. А вообще конкурс молодой, почти как я, почти мровесники с ним. Как за это время менялся состав участников? Какая у него история? Как он развивался? Конкурс, да, как вы сказали, уже почти 30 лет проводится. Ну, 28, давайте. За это время тысяча предпринимателей поучаствовало в конкурсе, у нас 350 победителей. В среднем у нас число заявок каждый год 60-70. В том году, в 23-м, был рекорд, было 89 заявок. То есть это большая цифра, мы видим, что интерес к конкурсу продолжается. Много предпринимателей идет новых, то есть где-то около 60%, 56% участников, это те, которые раньше в нем не заявлялись. То есть он все равно является актуальным и востребованным. Ну, а есть такие прям завсегдотайы, что называется, прям, с года в год участвуют. А, бурния объявили, а уже стоят. Нет, конечно, да, то есть мы видим, что некоторые предприниматели из года в год участвуют, побеждают, либо становятся лауреатами, непобедителями в специальных номинациях, таких нескольких предпринимателей. И для них это уже своеобразный знак качества или, наверное, какой-то принципиальный вопрос, чтобы подтвердить, что я остаюсь лучшим. Вот конкурс предпринимателей года, это, наверное, все-таки в некоторой степени тоже некий срез того, как выглядит наша экономика, в том числе, наверное, и в динамике. Вот что меняется? Что меняется за 28 лет именно по направленности предпринимателей, которые приходят в конкурс? Не знаю, полувозрастная структура. Ну, в целом, по количеству, если смотреть, то да, мы видим, что предпринимателей становится больше, мы видим какой-то срез по отраслям, как участвует. В том году, допустим, у нас количество производственных участников из производственной сферы приблизительно было равно торговле. То есть это соответствует о том, что сейчас у нас есть какой-то курс на импортозамещение. У нас много молодых предпринимателей, я уже говорил об этом, много новых предпринимателей. Мы видим, допустим, что в последние годы есть тренд на то, что бизнес дает дополнительные социальные гарантии своим работникам, дополнительное обучение, дополнительные какие-то льготы. Много предпринимателей занимаются, на самом деле, благотворительностью. Может быть, как мы сейчас узнали, что она не всегда оформлена как от бизнеса, а как от предпринимателей, именно уже как человека идет. Но мы видим, что сейчас очень большой тренд в бизнесе как раз на социальную поддержку как своих сотрудников, так и какой-то социальной сферы региона. А как правило, участники это все, наверное, самые выдвиженцы? Или бывает такое, что кто-то приходит и просит, возьмите вот этих людей, они вот такие молодцы? Мы принимаем заявки только конкретно от индивидуального предпринимателя. То есть, соответственно, он должен прийти сам. Что его простимулирует к этому? Либо наше объявление, либо кто-то посоветует, либо с ним администрация поговорит, типа из районов особенно актуально, типа вот ты лучший, ну правда ты лучший, иди подайся. То есть, ну, вариант может быть абсолютно любой. Как проходит сам конкурс? Какие критерии отбора? То есть, можно вот здесь вот поподробнее узнать? Да, то есть предприниматель подает заявку. Заявка простая, анкета, краткое резюме своей деятельности, там копии бухгалтерской, налоговой отчетности. Есть критерии оценки, это экономические, социальные, деловые. В этом году мы их немножко поменяли, они стали удельными. То есть, не абсолютные цифры, а как раз, допустим, среднемесячная заработная плата на одного работника, выручка на одного сотрудника. То есть, как раз такие показатели, они стали более сравнимыми. И у нас есть конкурсная комиссия, в которую входит объединение предпринимателей в первую очередь. Во вторую очередь туда входят представители министерства. Но мы эту комиссию позиционируем, и право решающего голоса, конечно, мы имеют деловые именно объединения. И уже по итогам этих критериев есть таблица оценок, вот так сопоставляются предприниматели, выбираются лучшие. То есть, здесь критерием не является конечная цель бизнеса, получение прибыли, да, и абсолютные цифры. Вот у одного столько, а у другого столько, значит, и поведение. Да, мы сталкивались с этой ситуацией, что крупный на себя перетягивал, то есть, тот, который имеет больше каких-то показателей, он становится лучшим. И причем некоторые показатели отдельно экономически перевешивали остальные. Поэтому сейчас мы сделали это все более ровное, оценку. Но при этом все равно у нас сумма экономических показателей больше суммы социальных и деловых. Потому что бизнес это все-таки экономика, это выручка, это валовый региональный продукт, что впоследствии дает уже как раз и рабочие места, и налоги, и выплаты, и зарплату. Поэтому в целом большинство баллов можно получить за экономические показатели. Но все-таки бизнес это про деньги. Народный предприниматель есть еще такое словосочетание. Что это такое и за что его получают? Это специальная номинация. Это единственная номинация, которую как раз оценивает не экспертное сообщество, не деловые объединения, не представители министерств. Это именно идет голосование всенародное, всекраевое. В этом году мы его запускаем впервые на сайте голос 27. Это позволит полностью исключить факт возможности двойного голосования или чего-то такого неадекватности, необъективности, как есть у некоторых людей сомнения. Поэтому здесь будет абсолютно адекватно, абсолютно прозрачно. И за кого будет больше голосов, тот и станет народным предпринимателем. А вообще участие в конкурсе что дает предпринимателям? И когда мы узнаем имена тех, кто победил? Ну, во-первых, он дает вот такой вот знак. Он у нас из года в год не меняется, но мне как раз этим и нравится. Это вот как раз преемственность, традиции, стандарт. Есть у нас диплом, он изготавливается, он просто большой, я его пока не могу принести. Он красивый тоже, большой, деревянный, золотое теснение или серебряное, в зависимости от категории. При этом понятно, что основная цель – это признание, то есть показать, что ты лучший. Это признание, это, как сказать, что предприниматель реально понимает, что, опять скажу, что он лучший. Даже, опять-таки, если не победил, ты все равно пообщался, ты увидел других конкурентов, то есть ты определил для себя точки роста. Ну, то есть это то, что сейчас называют модным словом нетворкинг, это вот, пожалуйста, когда лучший собирается в одном месте. Отлично. Я думаю, что еще раз стоит напомнить абсолютно всем, кто сомневался, что заявки принимаются включительно до 19 апреля. Вот здесь внизу самая подробная информация о том, как вы можете подать заявку, что нужно для этого сделать. Если вы считаете, что ваш сосед занимается полезным делом, хоть и небольшим совершенно, но приносит пользу людям, так поговорите с ним, может быть, он тоже поучаствует, полезно это будет в любом случае. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Александр Климкин, начальник управления разведителя предпринимательства и инновационной деятельности Министерства экономического развития Хабаровского края.